Девочки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет про мои пустые баночки. Добро пожаловать! Первое, что я вам хочу показать, это будет, как обычно, моя краска от L'Oreal в оттенке 210. Это мой самый любимый оттенок. Иногда беру сотый, но 210 он прям такой яркий, насыщенный, и волосы очень красиво блестят и переливаются. Вот, поэтому, кто брюнетка, еще не пробовал, то рекомендую, волосы мне не сушат. Дальше. Закончилась у меня такая вот огромнейшая бадья. Это такая вот маска была от Calos. Это, если я не ошибаюсь, венгерская компания. Плотно я раньше сидела на их масках, шампунях. Шампуни так себе, а маски хорошие. Особенно я вам рекомендую с вишней. Это прям топ. Если вы еще не пробовали, безумно приятно пахнет. Волосы шелковистые и очень такие мягенькие. И вот эта маска мне тоже очень понравилась. Волосы, но она больше, знаете, подойдет на зимний период. Волосы она больше напитывает, нежели чем увлажняет. Приятный запах шоколада, который у вас остается еще где-то примерно в тот день, когда вы помыли голову, нанесли маску с шоколадом. Вы можете чувствовать этот запах. По крайней мере, у меня так. Волосы хорошо расчесывались. Я носила под шапочкой где-то минут 20. Объем очень большой. Здесь целый литр. Это, конечно же, мне уже поднадоело, несмотря на свои хорошие свойства. Поэтому когда-нибудь куплю еще, когда не так она мне надоест. Дальше. Мой любимый автозагар от DAV. Тоже вам уже 150 раз показывала. Приятно пахнет. Придает классный такой холеный оттенок кожи, загорелой. Единственный момент. Нужно очень хорошо разносить руками. Работать быстро, интенсивно, чтобы не было пятен. У меня освещение в ванной не очень хорошее, поэтому я на ощупь все делаю. В принципе, никаких каких-то изъянов не наблюдала в нем. Так, дальше. Для кутикулы у меня закончилась моя любимая маслечка от LCE. Покупала в Еве. Миндальная. Очень приятно пахнет. Хорошо увлажняет. Дальше. Закончились у меня такие вот патчики. Это у нас были красные патчи с женшенем. Вот такой вот торговой марки. Ну, вы знаете, они были хорошо пропитаны. В принципе, кожу увлажняли хорошо, но они как-то быстро сохли. Вот если патчи от Petit Fia более такие увлажненные, и с ними можно ходить час, то эти реально вот 15 минут, и все. Ну, в условиях, да, нехватки времени, это идеальный вариант. В принципе, кожу хорошо подтягивали и увлажняли. Дальше. Дальше будет мой любимый скрабчик с кокосом. Такой вот он. Я тоже вам уже прожужжала все уши. Он прекрасно справляется с своими свойствами. Он очищает кожу, он ее питает, потому что в составе есть масло. Он прекрасно пахнет кокосом. Он шлифует кожу. Ну, в общем, одно удовольствие ему пользоваться, правда. У меня в запасах еще пару пакетиков есть. Вот от души советую покупала в Авроре. Дальше. Такой вот у меня мой любимый ритуал. Спа для рук с лавандой. Я думаю, что я вам уже где-то ее показывала, по-моему. Это была такая вот свеча. Можете посмотреть состав. Что-то не очень фокусируется. Фокус-то где? Вот. Состав. Облепиховое масло. То есть абсолютно вот хороший составчик. Прекрасно кожу напитывает. Руки, конечно, немного жирнит. Я использую и для ног, и для рук для того, чтобы напитать и пяточки, и ручки. В общем, идеальное средство. Зимой, я думаю, что это просто находка. Вы просто поджигаете фитилек и маслом наносите масло на ручки. Это просто идеальный вариант. Вот. Поэтому обязательно попробуйте. Я заказываю девочке. Она мне делает вручную. Дальше закончился у меня Глискур спрей. У меня всегда должны быть какие-то спреи. В запасах у меня еще, к счастью или к сожалению, много средств от Глискура. Вот. Поэтому буду их добивать. И что-то буду для себя искать новое, потому что надоел. Именно этот больше не куплю, потому что он, знаете, какой-то хоть у него очень приятный запах. Но, к сожалению, он ничего с волосами не делает. Он их не распутывает, да, как из обычной их коллекции. Такие там коричневые, да, синие, розовые. Вот этот работает хуже. Это однозначно. Дальше закончилась у меня тушь «Разочарование года». Я вам уже рассказывала. Это была последняя из моих запасов. Кабаре. Сейчас я показывала или покажу вам во влоге свои покупочки. Из декоративки я покупила подводку от Vivienne Seboy. Я безумно и довольна. Она настолько круто работает, настолько удобная кисточка, что как я жила без нее раньше. И такие же были у меня ощущения от туши до какого-то периода. Потом они либо формулу изменили, либо просто стали филонить. Потому что, увы и ах, с ресницами ничего эта тушь теперь не делает. Не знаю почему. Если у вас, возможно, вы также сидели на этой туши, она вам разноравилась, то напишите ваше мнение, почему так происходит. Но вот с моими ресницами она уже ничего не делает. Она их не удлиняет, она быстро сохнет, она не делает никакого суперобъема от корней. Ну, в общем, ни о чем. Поэтому выбрасываю. Больше, наверное, я давать шансов ей не буду. Так. Ну, остались у нас по стандарту тут маски. Такой вот патч для губ. Вот. Я обожаю патчи для губ. Стараюсь делать через день. Это прям такая, знаете, забота в холодный период времени, в какой-то вот период, когда я сейчас очень часто ношу матовые помады, которые сушат губы, как ни крути. Даже если я наношу бальзамчик, то и сушает, конечно же. Поэтому вот спасаю с такими вот патчиками. Мне очень нравится. Дальше. Закончилась у меня маска с алоэ вера. Вот такая вот. Какая-то увлажняющая. Ну, в принципе, хорошая. Лейкала была прозрачная, не белая основа. Дальше маска от Елизаветы. Я вам ее показывала во влоге. Мне она очень понравилась. Лейкала хорошая. Она была плотная. Она действительно долго не высыхала. Такой, знаете, лифтинг, увлажняющий эффект. Вот что такое, я бы сказала. Приятный запах имела. Приятно пользоваться с медиком. Обязательно возьму на пробу еще. Дальше. Такой вот с медом также был у меня. Вариант маски тоже очень классный. Я обожаю мед в косметике. Это прям для меня такой особый вид релакса. Вот я обожаю вдыхать запах. Вот еще от Greenway у меня тут два. Но вот, кстати, эта маска лучше пахнет, чем Greenway. Вот мне как-то больше понравилось. Вкусно, приятно. В общем, обожаю такие продукты. Пользоваться ими одно удовольствие. Все, девочки. На этом все мои пустышки на сегодня. Да, их сегодня было не так и много. Но, надеюсь, вы кайфанули, релакснули. И эти восемь минут провели с удовольствием. Всем спасибо за просмотр. Пишите вашу обратную связь. Буду рада с вами общаться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.